Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Быханова на канале Мастер своего дела. Сегодня мы готовим вкусный праздничный стол для гостей. Вот такой быстрый летний вариант, когда не хочется заморачиваться, либо же у вас нет времени для того, чтобы готовить всякие вкусности. А гости можно сказать уже на пороге, то есть вот несколько часов и они будут у вас. Что же приготовить, что подать? Сегодня я покажу вам свой вариант, то есть что буду готовить я. Так сказать, на моем примере вы посмотрите и возможно вам это понравится, ну а возможно нет. Тут даже решать, конечно, вам. Ну что, показываю, что я здесь подготовлю. Кукурузу отправляю в кастрюльку, заливаю водой, добавляю соль, больше ничего я не добавляю. И варю. Молодая кукуруза готовится быстро, примерно минут 40. Так. Готовить буду в большой кастрюльке, просто у меня больше ничего вместительного такого не нашлось. Поэтому сюда отправлю. Я разделала курицу, здесь основная часть тушки, то есть здесь крылья, голени, бедра, спинки. Здесь у меня тарелочка с куриным филе, то есть я уже порезала на кусочки, но к филе мы вернемся чуть позже, пока займемся вот этой чашей с курицей. Сюда сейчас я добавляю соус, томатный соус, майонез, соль, специи. Можно томатную пасту использовать, что у вас найдется. Две ложки соуса, две ложки майонеза. Может, чуть-чуть больше получилось. Соль, специи. И все это перемешаем. Уже подготовила я емкость, в которой буду запекать. Курица у меня в маринаде, в этом постояла полчаса. И сейчас сюда я перекладываю кусочки курицы. Убираем в духовку. Духовка у меня уже прогрета, температура 180 градусов. Будем готовить примерно час. В пустую чашу отправляю кусочки куриного филе. Сюда же отправляю сыр, крупно натертый. Добавляю соль, специи. Хмели-сунели. Обычная приправа у меня. Вот такая приправа для курицы. По вкусу, на глаз. Кто какие любит специи, такие добавляем, конечно. Соль. Добавляем ложку майонеза и ложку сметаны. Сметану прям с горочкой. Беру ложку. Разбиваю сюда 2 яйца. И все перемешиваю. Беру емкость для запекания, промазываю маслом. Стеночки вот так промазываю. И выкладываю сюда всю вот эту массу. Распределяем. Вот так выравниваем. Выкладываем сюда лук, кольцо лука. Выкладываем сверху помидор. И присыпаем оставшимся тертым сыром. Отправляем в духовку, которая прогрета у нас до 180 градусов, примерно минут на 35-40. Ждем. Сейчас я буду жарить рыбу. Здесь уже рыбку вымыла. Почистила, вымыла. И порезала вот на такие кусочки порционные обычные. Здесь у меня 2 яйца. Мука, панировочные сухари, соль и специи. То есть ничего лишнего. Специи вот такие у меня для рыбки приправы. Сейчас сюда, в чашу к рыбе, я добавляю соль и вот эту приправку. Здесь уже по вкусу, по желанию. И перемешиваем все это. В отдельной чаше я вилочкой взбиваю вот так. Перемешиваю 2 яйца. В чашу к рыбе я переливаю яйца и также перемешиваю. Здесь отдельно на тарелочке я смешиваю муку и панировочные сухари. Ну а далее все просто. Берем кусочек рыбки, обваливаем в этой нашей смеси из муки и панировочных сухарей. И отправляем на сковороду. Все банально просто. Сковороду я уже прогреваю, влила туда масло. И сейчас будем обжаривать. Переворачиваем рыбку на другую сторону. Рыбка готова. Вот такая замечательная она получилась. Очень вкусная, аппетитная рыбка. Огурцы я сделала умылосольными. В пакете у меня свои домашние огурцы из корядочки. Я их вымыла. Сейчас нарезаю на кусочки и отправляю в пакет. Потребуется 1 кг огурцов. Вот такие кусочки у меня будут. И так смотрим. Скидываем тару. Здесь чуть больше, видите, да? На 26 грамм. В общем-то огурцы я порезала. И теперь сюда в пакет к огурцам добавляем соль, сахар. На 1 кг огурцов 1 столовая ложка сахара и 1 столовая ложка соли. Сахар, соль. Сюда же я добавляю листик хрена. Вот так разрываю его на кусочки. Добавляю сюда листья смородины. Ну, 3 штучки достаточно. Давайте еще вот. Они у меня небольшие просто листики. Зонтики укропа. У меня здесь маленькие зонтики. 3 зонтика. Веточку базилика. Добавляю чеснок. 3 зубчика. У меня зубчики небольшие. Вот так на кусочки. Нарезаю. Горошины черного перца. Несколько штучек. Сюда же добавляем ложечку оливкового или растительного любого масла, какое у вас найдется. Сверху я еще один мешочек взяла. Завязала его, чтобы не протекало ничего. И убираю теперь огурцы в пакете на 2 часа в холодильник. Очень быстро и очень вкусно получится. Смотрите, какая аппетитная запеканка из куриного филе получилась. Она румяная, очень сочная и нежная. Когда ешь такую запеканку, как будто воздушное облачко во рту. Действительно очень вкусно. Курица готова. Такая румяная она получилась. Мясо нежное, сочное. Еще горячее. Это очень вкусно и просто. Думаю, что многие из вас так готовят. Теперь сейчас будем готовить кукурузу в духовке. Очень вкусную и красивую. Берем кукурузу. Здесь у меня один початок кукурузы. То есть, ну, он так пополам у меня. Я его разломала. И сейчас каждый этот кусочек разрезаем еще на 4 части. Вот что у нас получается. Вот что у меня получилось. И сейчас делаем заправочку для нашей кукурузы. Берем чесночок сухой, имбирь, паприку, соль. Можно добавить прованские травки. В пустую чашу вливаем масло. 3 столовые ложечки. Добавляем сюда прованские травки. Примерно где-то пол чайной ложки. Красную паприку. Чайную ложечку. Сухой имбирь молотый. Пол чайной ложки. И сухой чеснок. Чайную ложечку. Добавляем соль. У меня здесь одна десертная ложка соли. И перемешиваю все. Берем противень. Выкладываем сюда кукурузку. И теперь нашим соусом промазываем кукурузу. Если кто-то еще не пробовал так готовить, обязательно попробуйте. Кукурузка получается очень вкусной. Все подготовила. И убираю кукурузку в духовку. Духовку я прогрела уже до 180 градусов на 20 минут. Для такого рецепта, конечно, требуется молодая кукуруза. И сейчас, конечно же, мы будем готовить кабачки. На праздничный стол тоже можно их подать. Кабачки я нарезаю на кусочки. Вот на такие кружки. Толщиной примерно полсантиметра где-то. В отдельной чаше я перемешиваю три яйца. Сюда же к яйцу я добавляю паприку. Чайную ложечку. И добавляю сюда прованские травы. Прямо к яйцам. Отставляем в сторону. Кабачки подготовила. Добавляю соль сюда. Соль, конечно, по вкусу. Поэтому вы смотрите сами. И перемешиваем. Параллельно я прогреваю сковороду. Влила туда масло. Берем кусочек кабачка, кружок. Отправляем в яйца. В муку. И обжариваем с обеих сторон. Все банально, просто. До золотистой корочки обжариваем с одной стороны. А затем переворачиваем на другую. Выкладываю кабачки на тарелочку, куда заранее выстелила бумажное полотенце, чтобы масло стекло. А затем уже разложу на блюдо для подачи. На каждый кусочек кабачка я отправляю чесночок и укроп. Конечно, можно этого не делать, но я делаю так. Соус, я думаю, лучше подать отдельно, чтобы кабачки не были слишком такими, знаете, влажными. Я люблю использовать уже соленый укроп, то есть тот, что я солю в баночках. С ним мне нравится больше. Хотя можно и просто свежий укроп порезать. Вот такие аппетитные кабачки получились. Конечно, они вкусные. Вот такая аппетитная румяная кукуруза у нас получается. Она невероятно вкусная. Подавать, конечно, можно с любым соусом. Либо же просто посыпать зеленью. Ну и, конечно же, тортик, наш вафельный тортик, куда без него. Берем коржи и чередуем слои, чтобы тортик у нас не убегал с тарелочки. Немного его приклеиваем сгущенкой. Смазываем первый корж вареной сгущенкой. Хотя можно, конечно, было бы и вареньем, разницы нет. Далее корж я смазываю как раз-таки своим сырым вареньем. Вот такое у меня сырое варенье. Оно из малины, смородины и апельсиновой. Конечно же, сахар здесь. Ягодное варенье. Это очень ароматно и вкусно. Далее снова вареная сгущенка и так чередуем слои. Готово вот такой вафельный тортик у меня сегодня. Ничего особенного, но очень вкусно и просто готовится. Друзья мои, ну и давайте смотреть, какой быстрый стол для гостей у меня получился. Что же здесь я приготовила? Здесь куриная запеканка из куриного филе. Нежная, воздушная, очень вкусная. Здесь у меня кабачки. Кукуруза, которую мы готовили в духовке. Готовится быстро, получается действительно очень вкусный и необычный. Ну и здесь тортик вафельный. Кстати, сочетание вот этого сырого варенья и сгущенки тоже очень интересное. Я такое очень люблю. Надеюсь, что гостям понравится. Здесь курица запеченная. Я пока ничего не стала сервировать. Здесь рыбка. Здесь огурчики. Кстати, они уже готовы. То есть, пока я готовила все остальное, огурцы просто бомбические получились. Я уже несколько штучек уплела. Ну, здесь отварная кукуруза. Ну, а тут просто колбаса. Не стала я пока делать картофельное пюре. Уже перед приходом гостей, конечно же, горяченькое будет самое то. А сейчас пока еще рано, когда буду сервировать стол. Вот тогда уже перед приходом гостей, конечно, и картофельное пюре подам. Ну, а пока вот показал вам просто, что я приготовила. Вот такой стол, такое меню у меня сегодня получилось. Для того, чтобы просто встретить гостей. Это стол не на день рождения. То есть, я готовлю просто к приезду гостей. Мои дорогие, жду в комментариях ваше мнение относительно такого стола. Сразу прошу прощения за тени, которые падают. Просто готовлю стол вечером. И как бы уже за окном темно. Ну, ближе к ночи, можно сказать. Друзья мои, это все на сегодня. Вот такой стол для гостей у меня получился. Можно сказать, что он праздничный. Ведь, когда приезжаю в гости, это, конечно же, праздник. Но стол просто так, без повода, чтобы просто встретить гостей. Это не стол на день рождения, либо на какую-то еще дату. Это просто обычный стол для встречи гостей. Пишите в комментариях ваше мнение. Как вам такой стол, такое меню? Ну, а я заканчиваю видео. Внизу в инфобоксе, как обычно, ввожу две ссылки на мои каналы. Это канал о жизни Ирины Бухановы. И канал с простыми вкусными рецептами. Мы готовим домом. Переходите, подписывайтесь. Я уже жду вас. Всем пока-пока, мои дорогие. Приятного аппетита. Готовьте вкусно. Готовьтесь с удовольствием. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!